ПЕЧАЛЬНАЯ КИЕВА КОМАНДА ЗВЁЗД В ЕЁ СОСТАВЕ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ОКСАНА МАРЧЕНКА ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДРУЗНІ, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ТІЛЬКИ НО, Я ПОЧУЛА ДУЖЕ ТАЛАНОВИТИЙ ГОЛОС АЛЕ ГОЛОС, ГОЛОС ДЕТИ? О, ОСТИ, НУ ШО, НУ ШО, ПРИВІТ БУДЕМ ОЗНАЙОМИТИСЬ, НЕ ХВИЛЮСЯ, Я К ТЕБЕ ЗАП КА МНЕ ОБРАЩАЮЦЯ ГОСПОДИН ВЕДУЩИЙ СЛУХАЙ, НУ БАЧИШЬ, ЯК ВСЕ ДОБРЕ МИ З ТОБЕЮ ТЕСКИ, Я ТЕЖ ВЕДУЩА ШО ТИ СЕГОДНІ НАМ ПОКАЖЕШЬ? Я БУДУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСИ О, ТАКОЇ, ДОБРЕ, ДОБРЕ, ЗАДАВАЙ ЯК ТИ БУДЕШЬ ЦЕ РОБИТИ? МОЖЕ, СТОЯЧИ НА ОДНІЙ НОЗІ, МОЖЕ, ПЕРЕВЕРТАЮЧИСЬ У ВОГНІ МОЖЕ, ЖОНГЛЮЮЧИ, МОЖЕ, ГОЛЯКА Я НЕ ЗНАЮ, ЯК ТЕ БУДЕ? Я БУДУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСИ В МІКРОФОН СЛУХАЙ, ТЫ МОЛОДЕЦЬ, Я БУДУ ЗА ТЕБЕ ВБОЛЮВАТЬ, Я ОТ ЗАРАЗ СЯДУ СЮДИ, И БУДУ ЗА ТЕБЕ ВБОЛЮВАТЬ, А ТЫ ИДИ, И ВССИМ ПОКАЖИ, ДОБРЕ, ДАВАЙ СЛЕДУЮЩИЙ ЗНАТОВ, СПОРТСМЕН И ПОЛИТИК, ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ВИТАЛИЙ, ВЫ ГОТОВЫ К СЕГОДНЯШНИЙ БИТВЕ? Да, я месяц сидел на диете, спарринговался с братом, да. Спасибо. Да. Спасибо. О, БОБУШИЧКИ. Я ПРЕДУПРЕЖДАЮ, И ТЕБЯ ТОЖЕ. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыкальный критик Сергей Соседов. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин ведущий, у меня вопрос. Сергей, мы же просили вас прийти в смокинге. Ну, вы понимаете, я решил пойти против этой вашей тенденции. Посмотрите в этой программе, всё вокруг чёрное. А это мрачная атмосфера, ну честно говоря, это просто дает. Следующий знаток – музыкант. Член жюри «Голоса краины» Святослав Вакарчук. АПЛОДИСМЕНТЫ Святослав, может быть, вы всё-таки повернётесь к нам? Нет, почему это я буду повертаться? В вашем голосе я не почув ничого особливого. Я не буду повертаться. Ладно, итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Дуже добре! Соседов, я беру вас до своей команды. Святослав, это музыкальная заставка. Дуже добре, я беру заставку в команду. Счёт 0-0, первый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Виталий, что вы делаете? АПЛОДИСМЕНТЫ А шо, я дурак, я шо, Голос не слышал. Виталий, вообще-то у нас совершенно другие правила. А, у вас ногами можно? Нет, нет, мы должны выбрать вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Волчок. Дуже добре имя, Волчок. Дуже смешно. Я беру Волчка до себя в команду. А у нас первый вопрос. Итак, драгоценная ваза династии Мин. Уважаемые знатоки, посмотрите на неё внимательно. Можете взять её в руки, только очень и очень осторожно. Дело в том, что это единственная ваза династии Мин, которая сохранилась до наших дней в идеальном состоянии. Этой вазой мечтали обладать английская королева и даже сам Папа Римский. Её стоимость превышает 10 миллионов долларов. Будьте осторожны. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин ведущий, мы просим повторить вазу. Я не могу этого сделать, и счёт становится 1-0 в пользу телезрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто здесь спрашивает? Армия оф Паверс. Дуже добре, я беру в команду. Но не всю армию, только двух солдатик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Боже мой, Оксан, мне это платье так идёт к твоим певелкам. О, дякую, Серёж. До твоих також. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Покажите мне Оксану Марченко. Крупнее. Ещё крупнее. Спасибо. А можете не отвечать. Счёт становится 1-1. Да хотя какие там 1-1, извиняюсь, там уверенные 3-3. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господин, ведущий? Да, господин соседов. А можно в туалет? Нельзя. Внимание, чёрный ящик. А что, можно в чёрный ящик? Ну, у вас и нрава. Ещё элитарный клуб. Итак, внимание, чёрный ящик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что это? Что это было? Что это? Это вынесли чёрный ящик. Дуже доброе, я беру чёрный ящик для себя в команду. Только не открывайте его, может уже кто-то сходил. Уважаемые знатоки, в 1983 году одна американская компания выпустила первый в мире коммерческий прибор. На который было потрачено более 100 миллионов долларов. Внимание, вопрос. Что в чёрном ящике? Уважаемый распорядитель, я же просил поставить телефон на вибровызов. И знатоки, естественно, выигрывают этот раунд. Подождите, господин ведущий, мы всё-таки хотим ответить. Покажите, пожалуйста, Оксану Марченко. Отвечать буду я. Да, конечно, отвечает Виталий Кличко. А мне покажите Оксану Марченко. Да, значит, мы считаем, что в чёрном ящике велосипедный звонок. Мы его слышим. Давайте откроем чёрный ящик. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, в чёрном ящике мобильный телефон. Виталий, вы проиграли. Что это я проиграл? Я на ногах стою. Виталий, дело в том, что у нас другие правила. А, у вас же на ногах модно. Я вспомнил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господин ведущий, мы берём музыкальную паузу. Это ваше право. Господин ведущий, а можно во время музыкальной паузы я к вам зайду? Но я вам не даю им воспользоваться. Внимание, следующий вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, уважаемые знатоки, вы проигрываете. Взбодритесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Госпожа Марченко, отвечайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Добре, но вы не задали вопросы. Это не важно. Покажите Оксану Марченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, где вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хорошо. Сколько будет дважды два? АПЛОДИСМЕНТЫ Дважды два? Дважды два – это очень важное вопрос. И сейчас я дам на него ответ. 20 миллионов телеглядачей узнают через несколько секунд верную ответ на это вопрос. Это очень важный и хвилюющий момент, потому что мы все его очень ждали. И сейчас мне показывают в наушниках, что эту ответственность мы узнаем сразу после рекламы. Ну а сейчас супер близко. По нашим правилам в этом секторе играет один знаток. Дамы и господа, кто останется за зеркальным столом? Кто на ваш взгляд самый сильный игрок в команде? Давайте рассуждать. Давайте пойдем от противного. Давайте. Господин Соседов, что вы делаете? Ну мы же остались вдвоем. Сергей, скажите, вы были на Мальдивах? У меня досрочный ответ, я согласен. Внимание, вопрос. Ну подождите, подождите. Давайте я немного расскажу о себе. Может быть вопросы отпадут. И все-таки вопрос. Да. Я говорю да. Но вы же не слышали вопрос. Вам без всяких вопросов я говорю да. Хорошо. Итак, Наполеона на острове Святой Елены отравили? Да. А правильный ответ нет. А я говорю да. Может у вас есть другой ответ, Сергей? Владимир ведущий, я бы хотел ответить на этот вопрос лично вам на уши. Можно? Нет. Тогда я вообще не буду с тобой разговаривать. И слава богу, и счет становится 5-5. Итак, решающий последний раунд. Ой, решающий. Кстати, мало кто со мной доходит до последнего раунда. Уважаемые знатоки, против вас играет Николай Азаров. Пана ведущая, а кто цей талановитый Енак? Премьер-министр Украины. Я его выдаю до команды Дианы Ахбениной. Это видео-вопрос. Внимание на экран. Оптовые гиперрынки, какие мы будуем, уже с осени поточного року полностью закрыли проблемы постачания мест-миллионники. А как будто в местах, в местечках. Да и дыны инфраструктурный объект – базар. Как будто городянам до осени. Куда поддились все наши районные плодовочивые базы. Господин ведущий, а можно повторить вопрос? Боюсь, что повторить это невозможно. Время. Что такое плодовочивые? Плодовочивые – это что-то такое с песен Потапа. Да? Что? Плодовочивые. Что такое сосени? Сосени, это какой-то итальянец, скорее всего футболист. Правильно, то есть плодовочивые базы, они располагаются в Италии. Премьер еще четко сказал – поделись. Поделись. Чем делятся итальянцы? Чем делятся? Пиццы! Я видел, итальянцы, они в таких пиццах эту пиццу оббегают, а потом большой лопатой достают. Да, и кормят всю семью. Маленькая лопата, всю семью. Да, да. Итак, ваш ответ. Кто отвечает? Святослава Корчу. А, пан ведущий, так, мабуть, премьер, я имею в виду, что нужно брать пиццу лопатой и готовить свою семью. Ваш ответ принят, а теперь, внимание, правильный ответ. Давайте посмотрим на экран. Нужно брать лопату и готовить свою семью. И команда знатоков побеждает в решающем раунде. Вот это да, вот это эмоции. Покажите, покажите мне саму Марченко. Ну а лучшим на таком сегодняшней игры становится Святослав Вакарчук. Именно он получает сегодня «Крустальную сову» главный приз телеклуба «Что, где, когда». Поздравляю вас. Как изящно, посмотрите, как изящно. Уважаемые телезрители, а я прощаюсь с вами до следующей встречи. А эта игра окончена. Спасибо за игру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господин, я всем хотел бы уточнить. Так что вы предлагаете? Где самое главное? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ